В этом году в нашем округе 118 учеников закончили школу с золотой медалью. Свои заслуженные награды они получили из рук заместителя главы администрации Анастасии Курбатовой и начальника управления образования администрации городского округа Воскресенск Ермы Письменной. Вы уже определились своими целями, задачами. Единственное, что я могу сделать, это вас поблагодарить вместе с вашими учителями, вместе с вашими родными. Я хочу поблагодарить наших руководителей школ. Я хочу сказать благодарственные слова всей нашей большой семье, которая была вместе, и которая, каждый из нас, имеет частичку вклада в ваше большое счастливое будущее. Ребята, сегодня в зале не все из 118 человек, но каждого из вас я поздравляю. Вы уже отличились. Вот это отличие по жизни пусть идет с вами и вперед. Будьте хорошими людьми, отличными специалистами, профессионалами в своей будущей деятельности, какой бы вы ни выбрали, достойными гражданами своей малой родины и нашей страны России. Золотая награда за успехи в учебе – это не только повод для гордости, но еще и помощь при поступлении в престижные вузы. Кристина Леднева не жалела сил и времени. На медаль шла целенаправленно. Старания оказались не напрасными. Поступила на бюджет в Плехановский экономический университет. Я шла на медаль где-то с девятого класса, потому что я поняла сразу, что добавляются баллы к результатам ЕГЭ, и, соответственно, поступить на бюджет намного проще. Конечно, медаль получить сложно, потому что нужно все успевать, по всем предметам стараться делать все на максимум. Анна Маслова с первого класса получала одни пятерки и была уверена в своих силах. Хотя признается, что усердно учиться не так просто. Тяжело все-таки. Это надо заниматься очень много. Как-то уделять время больше учебе, чтобы получить эту злодую медаль. Потому что, если не будешь стараться, то ничего не получится. Отличники и медалисты, проявившие себя в учебе, не сдали позиции и на едином государственном экзамене. 14 выпускников получили высший результат – 100 баллов. Есть даже и мультибальница – Полина Малявина. 200 баллов за два экзамена – русский язык и химия. Золотая медаль из 100 баллов – это заслуга не только учеников, но и огромный труд педагогов. Они не менее достойны наград. У Елены Аберюхтиной, преподавателя русского языка и литературы, целых два стабальника и 10 медалистов. Это тяжело, это здорово, это очень ответственно. Это большое приключение, но это требует много терпения, напряжения, сил. Ну, конечно, от этого много радости, особенно, когда практически все они подтверждаются. По сравнению с прошлым годом, золотых медалей на 17 меньше. Но здесь, скорее, пандемии и продолжительное дистанционное обучение повлияли на успеваемость. Ведь результаты по единому госэкзамену остались на прежнем достойном уровне – 14 учеников с оценкой в 100 баллов. Для выпускников нового учебного года это высокая планка, есть к чему стремиться. Карина Леднева, Руслан Полянин, Новости Искровэкт.